Беседа 22, Римлянам 12.14 Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Научив римлян, как надлежит быть расположенными друг к другу, и тесно соединив между собой члены, тело Христова, апостол, наконец, выводит их на внешнее ротоборство, облегчив его предшествовавшими своими наставлениями. Как неисправившему своих домашних дел очень трудно устроить чужие, так, достигший опытности в управлении своими делами, очень легко управиться с посторонними. Потому и Павел идет таким же путем, и после обязанностей к своим излагает обязанности к посторонним и говорит, благословляйте гонящих вас. Не сказал, не помните обид, не мстите, но потребовал гораздо большего. Первое свойственное человеку любомудрому, а последнее свойственно лишь ангелу. И сказал, благословляйте, присовокупил, но не проклинайте, чтобы мы не делали того и другого, но только благословляли. Гонители бывают для нас виновниками наград. А если будешь бодрствовать, то сверх этой награды сам приготовишь себе другую. Он доставит тебе награду за гонение, а сам приобретешь ее за благословение гонителя, представляя этим вернейшее доказательство любви своей ко Христу. Как проклинающий гонителя показывает, что он не с большей радостью терпит гонение за Христа, так благословляюще обнаруживает этим сильную любовь. Итак, не укоряй гонителя, чтобы тебе самому получить большую награду, а его научить, что это и сделало желание, а не необходимости, что это составляет для тебя торжество и веселье, а не бедствие и унижение. Потому Христос и сказал, радуйтесь, когда будут поносить и злословить вас. Потому и апостолы возвращались радуясь тому, что они не только услышали дурное, но и подверглись бичеванию. Сверх того, ты приобретешь и другую малую выгоду, так как приведешь в изумление противников и вразумишь их своими делами, что ты готовишься к другой к жизни. Как скоро заметит свой гонитель, что ты с радостью и охотно терпишь зло, то на основании дел ясно поймет, что у тебя есть иные надежды, превосходящие все настоящее. А если станешь вести себя иначе, будешь плакать и скорбеть, то откуда он может узнать, что ты ожидаешь другой жизни, и вместе с этим ты и справишь, и другого, потому что твой гонитель увидит, что ты не оскорбляешься обидами, но еще благословляешь обидевшего, и он перестанет тебя гнать. Итак, вот сколько происходит отсюда добра. Награда твоя увеличится, искушение уменьшится, гонитель прекратит гонение, Бог прославится, а любомудрие твое сделается для заблуждающегося уроком, руководствующим к благочестию. Потому не только оскорбителем, но и гонителем, и притеснителем апостол повелел воздавать противоположным. И теперь он заповедует благословлять их, а раньше убеждал оказывать им благодеяние. Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими. Так как можно благословлять и не проклинать, но делать это не из любви, то апостол хочет, чтобы мы были согреты дружбой. Потому он и присовокупил, что должно и не только благословлять, но и соболезновать, и сострадать, когда видим, что другие впали вниз в счастье. Хорошо, скажешь, Апостол справедливо предписал, чтобы мы скорбились с плачущими. Но для чего он дал другое повеление, которое не заключает в себе никакой важности? Напротив, для того, чтобы радоваться с радующимися. Душе нужно более любомудрее, нежели для того, чтобы плакать с плачущими. В последнем увлечет нас сама природа. И нет такого каменного человека, который бы не плакал при виде несчастного. Но для того, чтобы видеть человека в благополучии, не только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, нужна душа очень благородная. Потому апостол сказал об этом раньше. Ничто так не располагает нас к любви, как то, когда мы разделяем друг с другом радость и печаль. Не чуждайся же со страдания на том основании, что ты далеко стоишь от несчастья. Когда твой ближний терпит зло, ты должен несчастье его считать общим. Разделяй с ним слезы, чтобы облегчить печаль его. Разделяй радость, чтобы упрочить веселье, укрепить любовь и самому раньше его получить пользу. Так как посредством плача ты делаешься милостивым, а посредством радости очищаешься от зависти и недоброжелательства. Смотри же, как не обременительно заповедь Павла. Ведь он не сказал избавить беды, чтобы ты не мог возразить, что это во многих случаях невозможно, но предписал более легкое, что совершенно в твоей власти. Если ты не можешь отвратить несчастье, то проливай слезы, и этим уже ты многое отгонишь. Если не можешь увеличить благополучие, то принеси свою радость, и этим ты уже сделаешь большое облегчение. Потому апостол повелевает не только не завидовать, но что гораздо важнее, и сорадоваться. Это гораздо больше, значит, нежели не завидовать. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. 768. Опять апостол, как и в начале речи, весьма заботится о смиренномудрии. Ведь ремляне и по месту жительства, и по другим многим причинам, как и естественно, были исполнены гордостью, почему апостол постоянно и старается удалить болезнь и не изложить надменность. Ничто так не раздирает тело церкви, как высокомерие. Что же значит слово? Не высокомудрствуйте. К тебе в дом пришел нищий, будь с ним единомыслен. Не принимай на себя надменного вида вследствие своего богатства, потому что во Христе нет ни богатого, ни бедного. Не стыдись наружного одеяния, принимай по внутренней вере. Равным образом, если увидишь плачущего, не считай его недостойным утешения. Если увидишь благоденствующего, не стыдись, приобщись к его удовольствию. И возрадоваться. Но как думаешь о себе, так думай и о нем. Будьте единомысленны между собою, говорит апостол. Например, ты считаешь себя важным человеком, считай его таким же. Ты подозреваешь, что он человек ничтожный и малый. Произнеси такой же суд и о себе и отбрось всякое неравенство. А как это может быть, если ты отложишь высокомерие? Потому апостол и присовокупил. Не высокомудрствуйте. Но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. То есть снизойди, применись, приспособься к его низости. Не просто разделяй смиренное его чувствование, но и помогай, подавай ему руку, не чужую, а свою, как отец заботится о сыне, и голова о теле. То же самое говорит апостол в другом месте. Вспоминайте узников, как бы и вы с ними были связаны. Под именем же смиренных, апостол разумеет здесь не просто смиренно мудрых, но униженных и презираемых. Не мудрствуйте о себе, то есть не думайте более о самих себе. И в другом месте Писание говорит, «Горе тем, которые мудры перед самими собою». Исайя 5, 21. Потому апостол опять подрывает высокомерие, низлагает кичливость и гордость. Ничто так не отвращает и не отделяет нас от остальных людей, как то, если кто-нибудь думает, что он давлеет самому себе. Почему Бог и поставил нас в зависимость друг от друга? Хотя ты и умен, но имеешь нужду в другом. А если думаешь, что не нуждаешься, то ты стал неразумнее и слабее всякого. Кто так думает, тот сам себя лишит всякой помощи. И если в чем-нибудь согрешит, то не будет искать никакого исправления и извинения. Прогневить Бога своим долготерпением, высокомерием и совершит множество грехов. Часто, очень часто бывает, что умный не видит должного, а менее умный открывает, что нужно. Это случилось с Моисеем и тестем его, с Саулом и отроком его, с Исааком и Ревеккою. Итак, не считай для себя унижением иметь нужду в другом. Напротив, это больше возвышает тебя, делает сильнее, знаменитее и безопаснее. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если ты другого упрекаешь в злоумышлении, то зачем и самого себя делаешь ответственным в этой вине? Если он сделал зло, то для чего ты не уклоняешься от подражания ему? Заметь, что апостол не сделал здесь никакого разграничения, но дал общий закон. Он не сказал, не воздаваясь злом за зло верующему, но говорит, не воздавай никому, хотя бы то был злодей или кто бы то ни был. Заботьтесь о добром перед всеми человеками. Если можно, с вашей стороны имейте мир со всеми. Тогда просветится свет ваш перед людьми. Мы должны жить не для тщеславия, но для того, чтобы не подать повода укорять нас тем, которые желают этого. Потому апостол в другом месте и говорит, не давайте преткновения ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Хорошо так же сказал апостол и последующее. Если возможно, с вашей стороны. Ведь иногда невозможно быть в мире. Например, когда идет речь о благочестии, когда возникает борьба за обижаемых. И что удивительного, если не всегда возможно быть в мире со всеми людьми, как скоро апостол устранил необходимость этого между мужем и женою, сказав, если неверный отлучается, желает развестись, пусть разводится. Смысл слова апостола таков. Насколько зависит от тебя, никому не подавай повода, ко вражде и ссоре, ни иудею, ни язычнику. Если же увидишь, что как-нибудь нарушается благочестие, не предпочитай согласия истин. Но стой за нее мужественно даже до смерти. Но и в этом случае не враждуй душой, не отвращайся добрым расположением, а восставай только против поступков. Вот что значит слова, если возможно, с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми. Если бы другой не соблюдал мира, ты не воздвигай бури в твоей душе, но внутренно будь его другом. Однако же немало не изменяй истине, как заметил я выше. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, какому гневу должны мы давать место Божию. Так как обиженный всего более желает видеть и насладиться возмездием за свою обиду, то Бог дает то же самое в большей мере. Если ты сам не отомстишь, он будет твоим мстителем. Итак, ему, говорит апостол, предоставь отмщение. Вот что значит слова, дайте место гневу. 770. Потом для большего успокоения апостол привел свидетельство, и этим еще более ободрив слушателя, требует от него и большего любомудрия. Ибо написано, «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой в голове, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. «Зачем я говорю», продолжает апостол, «что надо обнажить в мире с врагом? Я повелеваю благодетельствовать ему, накорми его, напой. А так как он заповедовал весьма трудно и великое, то присовокупил. Делай это, соберешь ему горящие уголья на голову». Апостол сказал это для того, чтобы обидчика смирить страхом, а обиженного поощрить надеждой воздаяния. Когда обиженный ослабевает духом, то не столько поддерживается собственными благами, сколько наказанием оскорбившего его. Ведь ничто так неприятно, как видеть врага наказанным. А чего человек желает, то апостол выдает ему. Прежде, когда же яд извлечен, предлагает ему увещание более возвышенное, говоря, «Не будь побежден злом». Апостол знал, что враг, хотя бы он был зверь, будучи накормлен, не останется врагом. И что обиженный, хотя бы он был весьма малодушен, накормив и напоив врага, не станет уже и сам желать наказания его. Потому, будучи уверен в значении дела, он не только не запретил, но делается щедрым на наказание. Не говорит, что ты отомстишь, но соберешь ему огненные угли на голову. А потом и заповедал, говоря, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И этим он как бы слегка намекнул, что не должно поступать с таким намерением, так как помнить обиду, значит, уже быть побежден злом. Сначала апостол не сказал этого, потому что было еще неблаговременно. Когда же истощил гнев слушателя, тогда и присовокупил, говоря, «Побеждай зло добром». Это и есть победа. Ведь и боец удачнее одерживает победу не тогда, когда подвергает себя ударом противника, но когда приводит себя в такое положение, что противник принужден тратить силу на воздух. Таким образом, он не только сам спасается от ударов, но и истощает всю силу противника. То же бывает и при оскорблениях. Когда ты, в свою очередь, наносишь обиду, тогда побеждает тебя не человек, а что гораздо постыднее, низкая страсть, потому что тобой овладел гнев. Когда же ты молчишь, ты победил. Без труда возник себе трофей, и будешь иметь тысячи людей, готовых увенчать тебя и сознающих ложь, злословие. Кто возражает, тот своими возражениями показывает, что он уязвлен, а кто уязвляется, тот внушает подозрения в том, что сознается в сказанном о нем. А если ты ответишь смехом, то ты смехом уже опроверг худое о тебе суждение. И если ты желаешь получить ясные доказательства справедливости моих слов, то спроси самого врага своего, что для него больнее? То ли, что ты, разгорячившись за оскорбление, платишь ему оскорблением, или то, что ты смеешься над обидчиком? Ты скорее услышишь последнее. Он не столько радуется тому, что не подвергся в свою очередь оскорблению, сколько уязвляется тем, что не может вывести тебя из терпения. Разве ты не видел, что находящиеся во гневе ни во что ставят наносимые им удары, со всей стремительностью кидаются, и злее дикого ве пристараются только наносить раны ближнему? На одно это обращает внимание, и об этом заботится больше, чем о том, чтобы предохранить себя от боли. Итак, когда ты лишил врага того именно, чего особенно он желает, то ты лишил его всего, унизил и показал, что он достоин презрения, что он ребенок, а не муж, а сам ты получил известность человека любомудрого, заставив других думать о нем, как о негодном звере. Так мы всегда будем поступать. И во время нанесения нам побоев, и когда желаем бить, и не будем платить ударом за удар, но хочешь ли нанести смертельный удар, ударившему тебя, подставь другую щеку, и этим нанесешь ему тысячи ран. Те, которые рукоплещут и удивляются, сделаются для него хуже побивающих камнями, а прежде этих осудят, и приговорит его к ужасному наказанию совесть, и он пойдет прочь со стыдом, как осужденный на смерть. Если же ты заботишься и о людской славе, то и ее достигнешь в большей мере таким поступком. И вообще, к тем, которые подвергаются несчастьям, мы имеем некоторое сострадание, а когда увидим людей, которые не сопротивляются, но и сами предают себя, то не только сожалеем, но и удивляемся им. 772. Это именно ныне и побуждает меня плакать, то, что мы, имея возможность получить и настоящее благо, и достигнуть будущих, если бы как должно повиновались заповедям Христа. Теряем то и другое, потому что не следуем заповеданному и излишним мудрствуем. Христос все узаконил надлежащим образом и показал, что служит к нашей славе и что к нашему позору. И, конечно, он предписал не с тем, чтобы сделать учеников своих смешными, но заповедал все это потому, что не злословить, когда слышишь злословие, и не делать зла, когда терпишь его, это возвеличивает нас перед всеми. А если это так, то гораздо лучше на злоречие отвечать добром, хвалить оскорбляющих и благодетельствовать злоумышляющим на нас. Потому Христос и дал такую заповедь. Он щадит учеников своих и ясно знает, что делает человека малым и великим. А если он щадит и знает, то зачем ты упорствуешь и хочешь идти иным путем? Ведь побеждать посредством зла есть один из дьявольских законов. Почему и достигает таким образом победы все подвязающиеся на Олимпийских играх, которые посвящены дьяволу. Не таков, но совершенно противоположен порядок наград на поприще Христовом. Там узаконено увенчивать не поражающего, но поражаемого. Таково поприще Христово, которое все постановления имеет совершенно противоположное. И не только победы, но и самым способом победы возбуждает еще больше удивления. То, что в другом месте считается поражением, здесь составляет победу. Это сила Божия, это небесное поприще, это ангельское зрелище. Знаю, что и ваши сердца теперь согреты, что и вы теперь стали мягче воской, но вы всего этого лишаетесь, как только удаляетесь отсюда. Потому-то я и скорблю, что мы не исполняем на деле сказанного, хотя и должны приобрести от этого величайшие выгоды. Если мы обнаружили кротость, то сделаемся для всех непобедимыми, и ни один человек, ни малый, ни большой, ни в состоянии будет причинить нам вреда. Если кто-нибудь станет говорить о тебе худо, он тебе не повредит нисколько, а себе самому нанесет величайший вред. Если кто причинит тебе обиду, весь вред падет на обидчика. Разве ты не видел и на судах, что обиженные бывают спокойны, стоят совершенно смело и говорят свободно, а обидчики стоят с понижшей головой, стыде и страхи. Но что мне говорить о злоречии и обидах? Если кто изострит на тебя меч и руку свою обогрит в твоей гортане, то не сделает тебе никакого вреда, а себя самого убьет. Это может засвидетельствовать тот, кто первый пал от руки брата. Он отошел в безмятежную пристань, стяжав бессмертную славу. А брата-убийца проводил жизнь хуже всякой смерти, стеняя и трясясь, и на самом теле нося улику своего злодеяния. Конечно, не последнего пожелаем мы, а первого. Кто терпит зло, в том не живет зло, потому что не он его произвел, а принял совне и посредством терпения обратил в добро. А кто сделал зло, в том остается язва зла. Иосиф не был ли в темнице, а жена блудница, умыслившая на него зло, не жила ли в светлом и великолепном доме? Однако, кем бы из них ты желал быть? Не говори мне о воздаянии, но исследуй дело само по себе, и тогда в тысячу раз предпочтешь темницу с Иосифом тому дворцу, который вмещал в себе блудницу. А если заглянешь в душу того и другой, то увидишь, что душа Иосифа пользуется всем простором и свободою, а душа египтянки пребывает в тесноте и стыде, в унижении, в страхе, в великой тоске, хотя, по-видимому, она победила, но это была не победа. Итак, зная это, приготовим себя к злостраданиям, чтобы нам освободиться от злострадания и получить будущее благо, достигнуть которых да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием и прочим.